Уже в четверг православный мир встретит одну из главных дат в христианском календаре – Крещение Господне. В сочельник верующие придерживаются поста, вечером обязательно посещают храм, где происходит чин освящения воды. Те, кто не боится холода, окунаются в Иордань. Праздник называется еще Просвящение, Богоявление. Христос явился в этот мир для того, чтобы начать свое проповедь. И с тех пор в этот день мы освящаем воду. А зачем освящать воду? Опять же по той причине, что Бог нам все дал в чистоте и гармонии. И мы своими грехами, своей греховной жизнью, к сожалению, все омрачаем. Официально в Бобруйске разрешено окунаться возле грибной базы на Береговой и на территории второй спасательной станции в Приберезенском микрорайоне. Купели расположатся около берега. Их оборудуют противоскользящим покрытием, мостиками и деревянными лестницами для спуска в воду. Рядом установят палатки с отоплением, организуют полевую кухню с раздачей чая. Важно помнить, что окунаться в воду необходимо в специально оборудованных и специально отведенных местах. Там, где будут дежурить медики и спасатели. Конечно же, не стоит геройствовать. Нужно трезво оценивать свои силы, свое здоровье. И помнить, что перед окунанием в воду ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь. Врачи советуют подготовиться к погружению заранее. За несколько дней начинать обливание холодной водой. Новичкам не рекомендуют окунаться с головой и находиться в проруби более 10 секунд. Подходить к купели необходимо в удобной, нескользкой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. А после погружения обязательно растереться насухо махровым полотенцем. В городе Бобруйске началась подготовка к крещенским традиционным купаниям. Осложняются работы немного затянувшейся отеплю и подъемом уровня воды. Освод будет обеспечивать безопасность в среду 18 числа с 17.30 до 22 и в четверг с 9 до 22 часов. К крещенским купаниям можно относиться по-разному. Для одних это традиция закаливания тела, для других – очищение от грехов, для третьих – возможность вспомнить события, описанные в Евангелии. Между тем, ежегодно более сотни тысяч белорусов, несмотря на холод и страхи, окунаются в прорубь. В надежде выйти из купели, пусть не другим человеком, но точно обновленным.